МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...каковы тенденции на рынке недвижимости, какова роль риэлтора в сделках и как выгодно продать и купить квартиру. Об этом говорим сегодня в нашей студии вице-президент по Волжской гильдии риэлторов Михаил Минаев и председатель комитета по профессиональной этике Дарья Саурова. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Дарья Михаил. Здравствуйте, да. Скажите, пожалуйста, оцените сегодня ситуацию, которая сложилась на рынке недвижимости. Какая она? Время ли сегодня продавать жилье и покупать? Михаил, ну, с вас, наверное, начнем, с анализа. Ну, я бы немножко начал все-таки с предыстории. Что было за последние полтора года. Было достаточно много событий в жизни нашей страны, прежде всего. Я бы даже начал, наверное, с конца 2013 года. Если кто-то сейчас вспомнит, то на тот момент у нас рушились Самарские банки. Волжский социальный банк, Волгокамский банк. То есть затем, как бы, был рост курса доллара, так скажем. Затем у нас была крымская, так скажем, назовем ее, операция. Затем были санкции. Это вот негативно все отразилось на рынке жилья. Нет, на самом деле, я договорю. Все это приводило к тому, что люди искали, так скажем, выгодные способы вложения денег и куда-то их вкладывали. Самым надежным, я считаю, что это вложение всегда в недвижимость. И вот все эти полтора года люди вкладывали в недвижимость, спасая свои, так скажем, деньги. Но, естественно, все заканчивается, да, и вот этот ажиотажный спрос на недвижимость в конце прошлого года закончился. Люди закупили свои, так скажем, недвижимость. Кто-то купил автомобили, кто-то валюту. И сейчас, на самом деле, вот с этим добром сидит. А учитывая ситуацию в целом на рынке, так скажем, да, рынке экономики, так скажем, да, недвижимость – часть экономики. Экономика у нас достаточно сильно зависит от политики, к сожалению. Вот. Поэтому мы сейчас получаем то, что идет достаточно большой спад спроса в недвижимости. И цены сбиваются из-за этого? Цены, на самом деле, рынок недвижимости имеет такую особенность, что он реагирует где-то примерно на полгода позднее, чем эта реакция требуется, да. Ему бы уже начать падать где-нибудь осенью прошлого года, вот, но он рос, да. Сейчас, в принципе, ему бы уже, так скажем, остановиться, а он еще, так скажем, падает. Вот, соответственно, на данный момент цены снижаются. Вот. Но многие продавцы еще лелеют надежду продать, так скажем, свою недвижимость по ценам до Нового года. Вот. Я считаю, что, в принципе, это ему не удастся. Нужно, так скажем, принять для себя, что рынок изменился, вот, и уже реагировать на это как есть, да. Цены. А, Дарья, скажите, пожалуйста. Ну, что делать, да, я бы хотел сказать, если интересно, да. То есть я бы разделил, прежде всего, момент какой. То, что есть профессиональные участники рынка, инвесторы, которые покупают там долевки, еще что-то покупают для того, чтобы осуществлять какие-то спекулятивные операции или инвестиционные операции. И есть простые граждане, которые, так скажем, решают свой жилищный вопрос. Вот. На сегодняшнем рынке, я считаю, что простым гражданам, как они решали свой жилищный вопрос, так и нужно решать. Почему? Потому что большинство операций на рынке недвижимости, они обменные, так скажем, да. И если они, допустим, продают один объект, покупают другой, то цены меняются параллельно и у одного объекта, и у другого объекта. И в сделке обычно присутствует небольшая доля, так скажем, денег, которые могут быть еще, к тому же, ипотечные. А ипотека не сильно пострадала на сегодняшнем рынке. Повысились проценты. Но я бы не согласилась. Да, проценты по ипотеке все-таки значительно с Нового года повысились. А инвесторы, соответственно, здесь другой случай. Рынок упал, и они должны, если они имеют возможность, так скажем, ждать восстановления цен, они должны ждать, либо, так скажем, согласиться с реалиями рынка и продавать уже по сегодняшним ценам. Дарья, скажите, а на гильдии риэлторов как отразилась вот эта ситуация? Меньше стало сделок, да? Риэлторы, получается, тоже страдают от этого? Ну, я бы сказала в целом, то есть про риэлторский рынок, да, то есть сделок, конечно же, стало меньше. Вот. Но я бы хотела сказать просто про наших граждан, наших, так сказать, клиентов, да, потенциальных. Я согласна с Михаилом Ивановичем, то, что сейчас цены выставляются, ну, мы их даже называем между собой, да, кризисные. То есть продается, на самом деле, то, что имеет реальную цену. Реальная цена, то есть она существенно ниже, чем та цена, которую вы видите в рекламе. Поэтому сейчас, по сути, определить стоимость квартиры, не профессионал, он не в состоянии, он может только выставить высший порог цены. Видит, что все по 3,500, и я по 3,500. Если кто-то продается, это за 3,200. Вот. Поэтому, если человек готов к сделке, он выйдет с реальной рыночной стоимостью на сделке, а все остальное просто будет находиться в рекламе. Рынок сейчас по насыщенности объектов, он, соответственно, в принципе, он небывалый результат показывает. Количество объектов возросло неимоверно, да. И, соответственно, сделка уменьшилась. Вот. И, соответственно, я бы по простых гражданам еще что добавила. То есть, да, обменный вариант, я согласна, мы, в принципе, сейчас с ними работаем, да. То есть, ваш квартир дешевле, приобретаемый дешевле. Мы что еще говорим? Нужно обязательно вот это понимать. То, что вот эта дельта доплаты, если ты увеличиваешь свою жилую площадь, она, естественно, уменьшилась. Правильно? То есть, вы фактически с меньшими затратами решаете свой жилищный вопрос. Вот. И что вот с Михаилом Ивановичем, да, я немножечко не согласилась. Ипотеки все-таки у нас, можно сказать, нет. Даже нет? Да, ну, потому что я это вижу, вот мы общаемся с клиентами, да, то есть, ну, не секрет, да, то, что уровень заработной платы у нас снизился, вот, снизилась арендная ставка квартир, мы раньше как продавали ипотеку, то, что между того, чтобы платить за чужое жилье, сколько вы платите в месяц, да, проще платить за свое уже, пусть это будут банковские проценты. Банковские проценты сейчас опускаются, еще будет понижение цен, 13,25 сейчас ставку начали предлагать, то есть, это фактически, да, кризисная ставка. То есть, те, кто уровень заработной платы не потерял, они сейчас станут нашими клиентами. И я в них надежды возлагаю, так сказать, на выздоровление рынка недвижимости. Да. Хочу напомнить телезрителям, телефон 202-11-22, сегодня мы говорим о рынке недвижимости. Если у вас есть вопросы о том, как приобрести и продать жилье, пожалуйста, высококлассный, сказал бы риэлтор, представитель Павловская гильдии риэлторов, сегодня у нас в гостях. Скажите, а с кем вы вообще, вот, ваша гильдия взаимодействует? Например, с властями. Есть смысл взаимодействовать и в каких проектах вы друг в друге нуждаетесь? Ну, на самом деле, естественно, мы нуждаемся друг в друге. Прежде всего, я бы отметил, недавно на совещании наш президент отметил, что наше сообщество недостаточно регулируется. Вот. И это действительно так. То есть у нашего сообщества, у гильдии риэлторов нет полномочий регулировать рынок. И это, так скажем, несколько влияет в отрицательную сторону, что на рынке появляются недобросовестные риэлторы, те, которые не должны так, скажем, называться. И, естественно, что здесь мы хотим опираться и опираемся на сотрудничество с городской администрацией, с областной администрацией, которые, наконец-то, поворачиваются лицом гильдии риэлторов, в том числе по каким-то отдельным вопросам и в целом, так скажем. Да. Тем более, что все мы напуганы сегодня так называемыми черными риэлторами. Вот это уже вошло в язык. Ну, это аллегория, то есть, в принципе, это все равно, что там кого-то называть, там, черный таксист, там, да, который и так далее. Ну, потому что вот если обращаешься, допустим, к вам, к вашим коллегам из гильдии, то это уже знак качества, так скажем, проверенные люди, да, они уже ни в каких махинациях априори не будут участвовать, потому что и на всю гильдию будет тень, да, большая брошена. Ну, если немножко затронуть этот вопрос, то вот когда будут полномочия по типу саморегулируемой организации у повозки гильдии риэлторов, то по типу саморегулируемой организации, допустим, как у строителей, то там есть страховой фонд, который может покрыть те убытки, которые, так скажем, могут возникнуть у участников этого профессионального сообщества. И за счет страхового фонда этот вопрос может быть решен, так скажем, да. Тогда это как бы резко изменит ситуацию на рынке, прямо скажем. Понятно. Но до этого нам еще далеко. Вот. А я бы хотела сказать, что надо все-таки с малого начинать. Вот я считаю, как вижу, да, проблема основной, это нет информационного взаимодействия, не было у нас, да, с администрацией. И те самые клиенты, и расселенцы, и, так сказать, сертификаты, кто имеет, они как раз и попадали в какие-то руки, да, вот, которые, соответственно, не могут оказать тех услуг. То есть, если ты контактируешь с недвижимостью, то ты, как минимум, должен иметь право получить консультацию. Вот, консультации у нас у всех бесплатные, правильно? Даже в агентствах. Просто-напросто, вот, пожалуйста, вам номер, телефон, проконсультируйтесь у профессионала сначала, идите куда хотите потом. Это ваше право, естественно. Но информацию именно о том, как это должно происходить, мы как раз и должны дать. Потому что у нас, мы, в принципе, для этого и существуем, по Волжской гильзе риэлторов, правильно? Также звонят к нам люди и спрашивают, а как вы считаете, вот это и вот это правомерно, либо нет. Мы отвечаем на эти вопросы. То есть, поэтому от администрации самое малое, с чего нужно начать, это уже сделано. Как раз, вот, пожалуйста, вам профессиональное сообщество. И, то есть, от слов уже к делу перешли. Сейчас будет установлен стенд информационный в управлении по имуществам. То есть, клиенты, по крайней мере, так сказать, владельцы сертификатом, переселенцев, они получат шанс действительно повзаимодействовать сначала с профессионалами. Да, это вот очень важное дополнение, замечание. К нам уже поступает первый вопрос от телезрителей. Скажите, подорожали ли квартиры в новостройках? Я? Ну, давайте я скажу. На самом деле, неважно, подорожали ли они на сегодняшний момент. Ну, как же лучше человеку в вашем телезрителе. Они как подорожали, так они обязаны снизиться. Сегодняшняя ситуация на рынке, да, говорит о том, что цены должны снизиться. То есть, все-таки немножко подождать нужно, и тогда они снизятся, правильно? На самом деле, может быть, и не ждать, а сегодня уже предлагать свою цену за ту недвижимость, которая интересует, и добиваться скидки. Ну, скидки, да, они предоставляют. Это, я так понимаю, инвестор обратился, который же, наверное, купил квартиру. Сейчас продавать вы будете, но по, так сказать, дешевым ценам, так же, как и скидки предоставляют застройщики. Понятно. Чем отличается гильдия от риэлторов и также их услуги? Ну, вот это давайте я скажу, как вот, председатель как раз комитета, да, по профессиональной этике. То есть, я могу самое главное сказать, да, что у нас существует кодекс этики. То есть, он состоит из 17 статей. И то есть, по всем этим статьям любая компания риэлторская, которая входит в состав Павловской гильдии риэлторов, обязана работать. Вот. А, соответственно, это четкие правила, они направлены на основное, то, что вот, так сказать, злободневное для нашего конечного потребителя, чтобы их не обманули, правильно? Это честные комиссии, это высокие стандарты качества работы. Все. То есть, обращаясь в компанию члена Павловской гильдии риэлторов, клиент уже уверен, что он действительно высокопрофессиональную услугу получит. Это первое. И второе, то, что комиссия будет заявлена по прайсу. Те, кто с этим сталкивался, меня поймут, о чем я говорю. Понятно. Ну вот, мы начали тему взаимодействия гильдии с властями, и совсем недавно президент вашей гильдии встречался с сети-менеджером Олегом Фурсовым, были достигнуты какие-то договоренности. Но я хотела бы обратиться к теме, которая вот считается больной такой и непонятной для обывателя, вот поселок Озерный. Там все время какая-то информация, что там что-то не так, что-то не так. Вот вы занимаетесь этим проектом, реализацией. Как вы оцениваете сегодня ситуацию? Какая ситуация там сегодня складывается? То есть, те мероприятия, которые происходят в Озерном, то есть, нас приглашают как... Экспертов? Как представителей по ушке гильдии риэлторов для совместного решения тех вопросов, которые там имеются. То есть, за последний месяц там было две встречи, на которых я присутствовал, так скажем, одна из встреч была, включая главу города. И я считаю, что главное отличие от предыдущего, так скажем, и когда были предыдущие главы города, то, что город на данный момент повернулся лицом к этому поселку. На самом деле, там накопилось достаточно много проблем, начиная от бытовых, достаточно таких простых, которые достаточно легко решаются, такие, как там появляется во время дождя, появляется вода в подвале, у кого-то чечет крыша, там нужно сделать асфальтовые дорожки, нужно сделать там асфальтовую засыпку, сделать подход к детской площадке. Абсолютно элементарные вопросы, которые, в принципе, должны решаться, я считаю, что без всяких глав города, есть управляющая компания, которая за это отвечает и должна этот вопрос решить в течение недели. Это было раздуто, так скажем, до каких-то глобальных масштабов, но сегодня именно даны все поручения главой города вот это все устранить, и главное, чтобы такие вопросы больше не появлялись. Есть еще достаточно более существенные вопросы, которые нужно решать уже на более высоком уровне, да, это, допустим, установка, чтобы автобусы заходили в поселок, остановка, чтобы… Да, транспортное сообщение. Да, конечно. Вот, остановка достаточно далеко оттуда идти, мокро и грязно там и так далее. То есть город поручил решить эти вопросы, вот, прежде всего, это остановка. Второй вопрос, я считаю, что главная, наверное, проблема этого поселка – это инфраструктура, да, и удаленность, и слабая инфраструктура. Эти вопросы нельзя решить быстро, но в целом они уже заложены в программу. То есть, по крайней мере, детские сады, школы там планируются строить. Это будет возведен достаточно большой жилой массив между поселком Озерный и торговым центром Амбар. Там большая площадь, порядка 800 тысяч квадратных метров планируется. Соответственно, с полной инфраструктурой и школой, и садигом. Единственное, что это перспектива… Вот сроки определены, нет? Сроки пока не определены, так скажем, да. Понятно. А на сколько процентов сегодня заселен поселок Озерный? Потому что в прошлом году сообщалось там, по-моему, это 70, да? Я думаю, что порядка 70 процентов он так и остался заселенный. Понятно. Да. Но какие-то есть преимущества? Преимущества, да. Вы как риэлтор же видите, плюсы и минусы сразу. В недостатках, вот, плюсы – это хорошая экология, то, что расположено на берегу, то есть на самом деле достаточно чистый воздух. Вот, это малоэтажная застройка, это не многоэтажные дома, я считаю, что это тоже достаточно большой плюс. И тот, кто любит свободу и природу, так скажем, им многим там жить нравится. Вот, естественно, что есть те, кто туда ехать не хочет. Допустим, если человек работает на металлурге… Да, конечно. А вообще, как они переселяются? По каким программам? Это из аварийного жилья туда переселяются люди? Или есть желание просто там жить, на природе, да? Переселение из аварийного жилья. Нет, естественно, что на данный момент появляется вторичный рынок этой недвижимости, и у него появился, так скажем, свой покупатель, который хочет купить именно там тоже. Есть и такие. Есть, конечно. Следующий вопрос как раз на эту тему. Какие льготы предоставляются нам, аварийщикам? Вот, например, меня не устраивает то жилье, которое нам предоставят. Ну, льготы… вообще, на самом деле, можно сказать, про какие льготы. Льготы и то жилье, которое предоставляется. Это, в принципе, два разных вопроса, да? То есть есть вопрос со льготами, да, как вам, как переселенцу. Это один вопрос. Я могу его озвучить. Это как раз сейчас, опять же, значит, администрация ведет переговоры с Сбербанком о предоставлении скидки в 1% от базовой ипотечной ставки. То есть переселенцы, значит, в Озерное, они могут получить кредит, то есть по пониженной ставке. То есть это как льготы. Дальше, соответственно, из льгот, да, то, что в рамках вот нашего взаимодействия Павловской гильдии риэлторов с администрацией, также мы вышли с предложением о том, что мы готовы предоставлять социальные цены на риэлторские услуги. То есть это скидка в размере 50%. То есть это фактически мы работаем в ноли, естественно, для себя, но в рамках взаимодействия с администрацией мы готовы на это пойти. И, соответственно, мы уже для себя знаем цифру, за которой мы готовы работать. 50% оплаты. От стоимости риэлторского услуга от рыночной, то есть она будет дешевле, чем частные риэлторские услуги сама собой, то есть не с размером качестве. Вот. А о том, что делать, переселяться, либо нет, если вас не устраивает, это другой вопрос. Я тоже для себя его анализировала. И Озерный я также анализировала как риэлтор, да, то есть я сопоставляла его с Южным городом и с Кошелем, потому что вот вспомните, первая застройка Кошелева туда тоже никто не шел. Ну, так же, как и в Южный город. Да, говорили, то есть многие разные вещи. Людям тоже там далеко ходить, да, остановки от дальних секций, которые там сдаются, очереди верни. Только им сухо, наверное, и аспортировано, да. Единственная разница. Вот, соответственно, Южный город, он также теперь популярен, да, соответственно, вот я насколько в курсе, эти же переселенцы, они в Южный город, говорят, мы бы пошли с удовольствием. Хотя там все то же самое. Единственное, что здесь малоэтажная застройка, я с Михаилом полностью согласна, это очень удобно, потому что, по крайней мере, вы получаете шанс поставить вечером свою машину, да, элементарно около дома. И детям погулять, то есть, соответственно, незагруженность с машинами как раз. Транспортное сообщение, да, согласно, это проблема, но ее обещают решить. Да. Вот, соответственно, я для себя, в принципе, минусов. Некоторые говорят про качество строительства, но я говорю, опять же, я вспоминаю, что говорили про кошель, про качество строительства. Сейчас все эти разговоры уже в прошлом, люди покупают и радуются. Я вижу здесь тоже такую перспективу. Понятно. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, там как раз будут мнения уже живущих жителей в поселке Озерном, ну, а потом мы продолжим разговор. Помидорчики, грядочки, облочки. Тоже обязательно. Ну, и в основном цветы тут сажаем. Небольшой сад под окнами своего дома для Мазгута Шарапова – настоящая гордость. Здесь он проводит все свободное время. Когда раньше жил на улице Революционная в Самаре, такой возможности не было. В Озерный с женой переехали три года назад. Все устраивает, не хватает только большой аллеи. На встрече с главой администрации Самары Олегом Фурсовым Мазгут Шарапов предложил обеспечить жителей инвентарем и саженцами. Деревья нам нужны, вот я уже говорил, чернозем. Нам нужен еще там тротуар. Вы когда заезжали, нам видели широкую дорогу и все. Народ по нему ходит до остановки. А тут машины у всех. И вот надо тротуар. И это далеко не все пожелания. В поселке живут много молодых семей. Гулять с детьми на свежем воздухе у реки – одно удовольствие. Но в поселке не хватает детских площадок. Вот одна площадка, не хватает. Детей много, и со всех приходят, также приезжают гости, народ тут сидит. Район, да, он хороший, но не хватает, все равно для детей мало удобства. Сейчас Озерный заселен на 70%. Местные жители рассказали главе администрации Самары о проблемах в некоторых домах. Есть, конечно, ряд квартир, которые построены с определенными нарушениями. Их не очень много. По ним будет приниматься отдельное решение. Но вот, пользуясь случаем, я хотел бы призвать тех людей, которые все еще сомневаются, жить ли в старом разваливающемся бараке или переезжать в современное качественное жилье на берегу озера, хотел бы призвать переезжать. Дома действительно неплохие. По просьбам жителей в ближайшее время в Озерном появится аптека. Запланировано также строительство детского сада и еще одной игровой площадки. Так, вот еще один вопрос от телезрителя. Был в Озерном и сказали, что могут расселить по выкупной стоимости. То есть оценку проведут, я получу меньше, чем дают сейчас. Ну, я бы хотел здесь пояснить, наверное, да, что имеется в виду. То есть это, если брать по закону, то, как один из вариантов развития событий, когда собственник аварийного жилья не хочет никуда переселяться, так скажем, да, то его аварийное жилье может быть оценено по рыночной стоимости, и ему выплачена компенсация в размере стоимости этого аварийного жилья. Вот, я считаю, что это крайний случай такой, он достаточно неприятный. Прецедентов пока, слава богу, таких не было. И вот я считаю, что здесь как раз и нужны риэлторы для того, чтобы не доводить ситуацию до такой, так скажем, да, а рассматривать другие варианты, возможные, так скажем, да, когда человек по каким-то причинам не может переселиться или не хочет. Потому что альтернативы, на самом деле, у города пока нет. Нет другого поселка, который, так скажем, выстроен, и когда он будет, еще неизвестно. Аварийные дома, так скажем, надо расселять, надо выполнять программы. Вот, соответственно, возможно, какие варианты? Возможно, что риэлторы помогут, так скажем, продать квартиру в Озерном или выкупить, так скажем, да, и купить объект с доплатой или без доплаты в каком-то другом месте, так скажем, да, для того, чтобы именно вот... Да, вот эту конфликтную ситуацию, да, вот если не хочет человек жить, можно найти вариант в любом случае. На то вот вы риэлторы, чтобы вот подыскать наиболее... Выгодно продать и выгодно купить. Кстати, здесь мы тоже комиссию обсудили, то, что она у нас будет минимальная по сделке. То есть мы обсудили все услуги, которые мы могли бы предложить. Вот именно по Озерному. По Озерному, да, и по всем этим услугам продажа, покупка. То есть мы везде предоставляем скидку 50%. А вообще вот все-таки, если нас смотрят телезрители, которые вот сегодня озадачены этой проблемой купить жилье, есть какие-то проекты, варианты, которые вы бы посоветовали, при том, что они обратятся вот в вашу компанию, гильдию и наймут вот такого профессионального риэлтора? Это вот обычная наша консультация, то есть это наша каждодневная работа. То есть консультации, как я еще раз повторюсь, у нас бесплатные. Просто человек может позвонить по телефону, сказать... А вы можете озвучить телефон? К сожалению, мы заранее его не взяли. Это, наверное, будет рекламой. А, нельзя тогда. Ну, в любом случае, информацию о вашей гильдии можно найти в интернете, посмотреть. Да, на сайте, пожалуйста, да. И важное дополнение, консультация бесплатна, да? Бесплатно, абсолютно. Там можно выбрать компанию, члена Павловской гильдии риэлторов и обратиться туда. То есть, пожалуйста, можно позвонить прямо в гильдию, оставить номер телефона. То есть они также нам передают все пожелания клиентов и вопросы, мы на них отвечаем. На сайте ПГР есть списки всех членов ПГР и их телефоны. Да, ну вот это уже конкретная информация. Также нам даже администрация предоставляла, то есть клиенты к ним обращались, то есть предоставьте мне профессионального риэлтора. Мы, соответственно, брали эту заявку, встречались с клиентами. То есть у нас вот на памяти была тоже консультация очень памятная. Да, понятно. Следующий вопрос не в бровь, а в глаз. Я бы так его назвала. Вы сами согласны переехать в Озерный? Вот если честно, была бы такая вот у вас возможность? Я могу ответить на этот вопрос. Я в свое время чуть не переехала в Озерный, да, то есть я высший житель 116-го района, он также попал под расселение, то есть там есть расселенцы. Вот я, соответственно, там есть рядом озеро Гатное, вот, и, соответственно, в тех краях там стояли несколько пятиэтажек, там люди жили, вот, стоимость квартиры там была ниже, чем на самом 116-м. Поэтому вот я для себя объясняю только этим нежелание переехать и переселенцев именно со 116-го, потому как жить там было непрестижно. Но, опять же, повторюсь, сейчас все по-другому, инфраструктура также планируется, про детские площадки мы видели, да, сюжет. Сейчас она одна будет больше, естественно. Все с чего-то начинается, правильно? Да, а вообще вот гильдия риэлторов может как-то повлиять на решение вот этих проблем? Есть у вас такие полномочия? Вот я даже перечислю, по итогам вот встречи выявлено, что вода в подвалах, домов, открытие торговой точки, необходимый чернозем для благоустройства газонов, вышки, мобильные связи, транспортное обслуживание, пешеходная дорога. Вот вы, приглашая туда людей жить, можете на эту ситуацию повлиять, как-то ускорить процесс вот этого благоустройства и так далее? Нет, конечно. Это не в ваших вообще полномочиях. Здесь это полномочия управляющей компанией, так скажем, абсолютно, я считаю, что простые вопросы. Может быть, какие-то вот, и достаточно сложно решать, допустим, там плохо берет мегафон, да. Вот, нужно установить вышку, взаимодействовать нужно с мегафоном, это коммерческая структура, соответственно, ей нельзя приказать. Но обо всех негативных моментах вы можете предупредить клиента? Вы обязаны предупредить? Естественно, обязаны предупредить, мы просто обязаны предупредить, а так это обычные бытовые проблемы, тоже 116-й, да у нас полгорода в воде подвалы. Ну, в принципе, ничего особенного. Там, на самом деле, вода заходит, если говорить только неправильно сделаны сливы с крыши, то есть вода. Ну, за счет этого не то, что подземные воды, грунтовые, какие-то любые. То есть, основная проблема в некачественной постройке уже в строительстве, да, получается? Есть замечания, есть, конечно, там замечания. Ну, вот их реально же устранить, я так думаю. Это абсолютно реально, это не проблема никакая. Вот здесь мы, кстати, можем помочь, действительно, мы можем помочь советом, то, что приходите, требуйте, то есть то, что в рамках разумного, естественно, вот. Это нужно требовать, чтобы устранить вот эти строительные, так сказать, правильно? Там застройщик, который строил этот поселок, по требованию, так скажем, или управляющей компанией, или жителей обязан бесплатно устранить те недостатки, и он это регулярно делает. Это его, так скажем, крест, который он несет. Он сам виноват. Да, надо на этом только настаивать и доводить до конца. Мы с вами впервые знакомимся в нашей телекомпании. Хотелось бы вот основную миссию вашей гильдии услышать, узнать, вот для чего вы? В три слова. Ну, да, больше. В три я побольше. Создание цивилизованного рынка недвижимости, который подразумевает вот именно то, что может расшифровать Дарья. И много вот уже членов вашей гильдии, риэлторов профессиональных? Я могу сказать, по доле объема рынка недвижимости, то много. То есть это у нас получается порядка, по-моему, шести тысяч объектов, да, из представленных на Авито там порядка десяти-двенадцати. Потому что получается, что вы конкурируете с частниками, да? Ну, вот у вас какие плюсы? С частниками, с другими компаниями в том числе. Вот, как я сказала вначале, то есть у нас есть кодексы и четкие правила, да, вот, соответственно, по которым мы работаем. И взаимодействуем между собой, в первую очередь, правильно, и взаимодействуем с клиентом. Вот, соответственно, есть компании, которые и так работают в этих рамках, да, то есть с ними приятно сотрудничать, и конфликтов никогда не бывает ни у них, ни у клиентов. Но их можно перечислить, но их я могла бы на порядка трех компаний назвать, которые не входят в члены положительных директоров. Ну, вот вы, как истинный специалист по этике, обошли все острые вопросы. Спасибо вам за это. Спасибо и за то, что пришли к нам в программу. Нет, задавайте острые вопросы, мы готовы. Да, пожалуйста, конечно, потому что эта тема очень непростая, и все об этом знают. Спасибо вам за внимание, всем хорошим, до свидания. До свидания.